И у нас в студии сегодня Бахаткуль Маликам Нейш Муратова, исполняющая обязанностями директора Центра подготовки государственных служащих. Хором с вами аппарата Акима Южно-Казахстанской области. Здравствуйте, доброе утро. Как у вас настроение? Спасибо, очень хорошее, что встречаюсь с вами, с очень таким любимым, очень таким продвинутым телеканалом в нашем регионе. Ну что, мы вот как-то так отмечаем День чиновника и, конечно, кого как не вас приглашать, людей, которые занимаются их воспитанием, обучением, взращиванием. Но первый вопрос все-таки, в чем заключается обязанность государственных служащих? Ну, как вы знаете, государственные служащие в свое время, наш президент сказал, это слуга нации. Мне кажется, нужно исходить от этого. Государственные служащие чем будут заниматься? Конечно, у него очень много обязанностей, чем прав. Государственные служащие прежде всего занимаются оказанием качественных на сегодняшний день, вот требование такое прям, да, качественных услуг населению. Вот это прерогатива. Ну, кроме, отсюда все вытекает, да, это и директивы, это и исполнение бюджета, это, скажем, разного рода направления деятельности, но самое главное, это оказание качественных услуг населению. Ну, и что в этом предпринимает в случае ваш Центр? Да. Ну, наш Центр, конечно, он, вот сегодня, если мы в этом году отмечаем 25 лет независимости Республики Казахстан, то мы тоже вот шагаем ногу со временем, в этом году нам будет тоже 25 лет. В 1992 году создан наш Центр, но он назывался в свое время Фонд подготовки кадров «Янбек». Затем, конечно, произошли какие-то изменения. На сегодняшний день статус Центра – это государственно-коммунальное казенное предприятие, Центр подготовки государственных служащих аппарата Акима Южно-Казахстанской области. Само название говорит за себя – подготовка, обучение государственных служащих. Ну, здесь нужно, конечно, расшифровку сделать. Вот подготовкой кадров государственных служащих занимается вообще Академия государственного управления. При президенте Республики Казахстан мы же занимаемся переподготовкой государственных служащих. Сразу расшифровку сделаю. Переподготовка – это для тех государственных служащих, которые пришли с другого сферы, скажем, с бизнеса, с других сфер, пришли на государственную службу недавно. То есть он еще не знает все, скажем, плюсы, минусы, какие-то нюансы государственных служащих. И вот законодательно закреплено указом президента нашим, кстати, произошли изменения в прошлом году, в 15-м году, 29 декабря, номер 152, указ президента, правила подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственных служащих, где вот это все проговорено. Другое направление нашей работы, деятельности центра – это повышение квалификации госслужащих. Это семинары для тех государственных служащих, которые работают на этой службе давно уже. То есть в три года, закреплено уже законодательно, в три года один раз или не реже одного раза в три года наши госслужащие повышают у нас квалификацию. Это краткосрочные семинары от двух до четырех, там, пяти дней. Кроме того, вне указа мы еще, наше новое направление в свое время, сейчас мы продолжаем эту работу. В 95-м году, вы знаете, вышел указ президента о правовом всеобучии населения. То есть мы должны правовую культуру прививать населению, конечно, государственным служащим. Мы занимаемся, значит, проведением занятий наших, вот по городу, по области, в управлениях области, аппарате Акима области правового всеобучия. То есть какие новые законы выходят, да, если этому госоргану нужно, они сами нам заказывают. Вот, например, недавно какой закон вышел. Им это интересно, им это нужно, необходимо, и они нам звонят, дают заказы. И мы вот выполняем, наши преподаватели прямо с выездом в госорган проводят занятия по правовому всеобучию. Это третий. Кроме того, одно из направлений нашей деятельности, это тоже в республике, скажем, мы первые начинали когда-то в третьем году. Мы занимаемся, так называемым направлением, это талант менеджмент. Талант менеджмент, это одно из таких, знаете, ноу-хау, вот вообще сейчас последние 2-3 года, но мы этим занимаемся давно. Это обучение студентов, отличников учебы с активной жизненной позицией, которые завтра хотят идти на госслужбу. За счет областного бюджета. Да, талант менеджмент. Вы знаете, вот если сегодня привести пример Сингапура, а вы знаете, 100 шагов президент озвучил, говорит, мы должны стать, как бы, да, вот таким вот продвинутым государством. И вот, знаете, Сингапур в свое время два правительственных комитета по всему миру ездили, искали вот таких талантливых людей. И Сингапур сегодня достиг таких вот высот, вот, скажем, государственного управления, государственной службы только благодаря вот подбору талантливых людей на государственную службу. Ну, смотрите, сам собой сейчас напрашивается вопрос. Идет молодежь, востребована вот эта вот профессия, да, государственного служащего? Ну, здесь однозначного ответа не может быть. Я могу судить по вот своим занятиям, да, у нас переподготовка для начинающих, она всегда курсы мы проводим. Вот в этом году мы за полугодие провели только 8 курсов, да, переподготовки, где 25-30 там и более людей. Я считаю, что молодежь идет, идет. Но в этом плане мы должны еще работать. Вот я на своих занятиях, вот, на курсах переподготовки сразу говорю, знаете, бывают такие моменты в жизни, да, вот, есть у него брат там, какой-то дядя, он может сказать, давай, иди на государственную службу. Но человек этого не хочет. Но если это не его призвание, что это все? Если это не его призвание, я говорю, вы сами для себя решите, это ваше или не ваше. Если вы сегодня чувствуете, что вам трудно, что это, ну, не ваше совершенно, вы лучше выберете то направление деятельности, которое вам по душе. Может быть, вы хороший ветеринар, там, или там бизнесмен и так далее. Но в последнее время, да, и тут молодежь идет. Ну, скажем так, они наверняка идут не за стабильную зарплату, или это не самое, наверное, главное, да? Я думаю, это не самое главное, хотя, как сказать, есть такие, да. Ведь как было, да, там стабильная заработная плата, правильно? Вообще здесь нужно ответить, что молодежь, она должна идти сюда осознанно, осознанно, да, потому что мы сегодня же большие цели. Перед обществом поставили, да, там, очень большие цели, войти в тридцатку, там, вроде бы, слова такие высокие, но мы должны это понять, да. То есть любой молодой человек, если идет на государственную службу, он должен быть прежде всего патриотом. Да, ради чего? Он должен сам себя спросить, зачем я иду на эту службу? Не только, скажем, для зарплата, а ведь зарплата вот начинающего государственной службы, она не такая высокая. Поэтому здесь, я думаю, должен быть такой вот осознанный выбор. А кто преподает? Кто обучает? Да, хороший вопрос, кстати, вопрос очень хороший, почему? Потому что это вопрос, который, ну, бывает и проблема в этом плане. Почему? Потому что все наши преподаватели, которые работают в нашем центре, это на договорном начале. То есть мы привлекаем здесь, значит, преподавателей вузов, да, теоретиков, хотя сегодня очень требование практикоориентированности занятий. Поэтому мы в этом плане год назад, два года назад, мы сделали такой шаг, что, согласовав с аппаратом Акима области, сделали список преподавателей из наших государственных органов, да. Кто, как не они, вот дадут практические занятия, скажем, нашим слушателям. Поэтому у нас целый, есть список, который утвержден руководителем аппарата Акима области, и мы их, ну, письма пишем, привлекаем. Действительно сейчас время такое, нужно идти в ногу и все время, значит, повышать и повышать, повышать свой уровень. Ну, скажем, наша вот тематика семинаров повышения, это, хоть мы их утверждаем, но мы иногда вот чувствуем пульс времени, да, если это какая-то новая тема выходит, мы иногда имеем возможность поменять. Вот буквально недавно мы провели, вот, нет, на той неделе, по-моему, да, мы закончили семинар, это называется «Открытое правительство». Вы знаете, что одно из направлений сегодня, это нашего, вот, 100 шагов, 15 институтов реформы, это подотчетное государство. То есть мы должны быть открыты населению, да, и сегодня наш Акимат делает очень много в этом плане, да, вы знаете, открытое правительство, открытый пюджет, там, и так далее. И мы совместно с вот отделом, который занимается, да, вот, информационной технологией, да, оказание качества госуслуг, мониторинг, вот мы провели такой совместный новый семинар. И люди были довольны, потому что это новая совершенно, знаете, информация, и они только-только вот получают. Ну что, делаются такие большие серьезные шаги касательно государственной службы, и нам хочется пожелать роста еще большего государственным служащим. А что бы вы хотели пожелать всем нашим телезрителям? Вашим телезрителям? Ну, телезрителям всем я пожелаю, конечно, здоровья, благополучия. Вот каждый наш телезритель, наш гражданин, наверное, ставит перед собой какие-то цели, да, чтобы эти цели были исполнимы. А наши государственные служащие держали всегда марку, достойно были вот тех поставленных задач. И самое главное в государственной службе, у них были результаты, результаты от их труда. И результаты, причем, хорошие, чтобы люди доверяли нашим государственным служащим. Спасибо вам большое за последние слова особенно. Но мы, в свою очередь, вам дарим свежий выпуск газеты «Раббат». Спасибо большое. Желаю вам приятного дня. Я читатель вашей газеты, да, всегда вот, даже эту газету я уже прочитала, но, тем не менее, с удовольствием приму. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова